Всем привет! Меня зовут Марина и в этом видео я покажу преображение вот этой вот Виктории. Она из 90-х годов и делалась она в городе Кирове на фабрике Весна. Как вы видите, она без руки, у нее нет носа, огромная трещина на щеке и волосы в ужаснейшем просто состоянии. Такое мог сотворить с куклой только ребенок. Сама куколка достаточно увесистая, объемная. В сравнении с Барби 90-х годов, со своей ровесницей, так сказать, у нее намного больше голова, намного шире плечи, у нее длиннее и толще руки. Ноги на самом деле у них примерно одинаковые. Но в отличие от Барби 90-х, ноги у Виктории не гнутся, потому что они сделаны из пластмассы. Также ни ножки, ни ручки у Виктории не фиксируются. Посмотрите на ее волосы, это какой-то кошмар, они все как мочалка. Видимо, ребенок хотел сделать ей прическу, но на середине передумал. Нос у девочки откусан, есть пятно, трещина, покусанные руки, но одну все-таки съели. Ножки у нее тоже, к сожалению, покусаны, но под обувью этого не будет видно. А теперь приступаем к преображению. Самое первое, что я делаю, это среза ее мочалистые волосы, потому что я решила ей сделать перепрошивку. И буду я делать именно перепрошивку, а не парик. Следующее, что я сделала, это попыталась снять ее мейк, но у меня получилось это сделать, не знаю, не помню с какого раза, потому что ни одна жидкость для снятия лака эту краску не брала. Поэтому мне приходилось отмачивать ваткой с ацетоном эту краску, чтобы она хоть как-то поддалась. Вот так выглядит голова без мейкапа, без волос. Резина уже поменяла цвет, она желтовато-зеленая, но мне это только на руку, потому что следующий этап, который я буду делать, это восстановление носа. В качестве материала для носа я выбрала Tami Apexi Putti. Это японская эпоксидная масса для лепки. Она самозатвердевающая, очень быстрозатвердевающая. И у нее подходящий такой желтоватый-зеленый цвет, который после шлифовки становится немножко светлее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, собственно, масса застыла, я шлифанула нос, вырезала его форму. И у меня получилась вот такая вот милая пипка. Также я долепила кукле кисть руки. Теперь я займусь волосами. Сначала я хотела сделать из нее блондинку, но потом решила сделать брюнетку. Перепрошивала я по тем отверстиям, которые были у куклы в голове, потому что стоило мне сделать проколы в других местах, и на их месте стали образовываться разрывы. Фиксируете волосы куклы, нагреваете их и даете им остыть. Я решила сделать такой вот зачес а-ля 90-ый на бок и прямые волосы. Ну а теперь самое интересное. Для того, чтобы не испортить клиром волосы, я надела на куклу носочек и зафиксировала его с помощью булавок. И приступаем к маяку. Я не помню, сколько слоев клира я нанесла на ее лицо, но мне нужно было их много для того, чтобы белый слой был намного ярче. Я не хотела использовать белый акрил, потому что я еще не умею с ним работать, и он дает разводы. Так как это девочка, то привычный способ рисовки губ мне пришлось отложить и сделать ей все-таки напомаженные губежки. Я решила не выводить розовое пятно с виска у куклы, потому что у меня действительно были опасения, что эта голова в базироне просто растворится. Она настолько старая, что реально дышит на ладан. Но я придумала другой способ. Я превратила это пятно в часть блашинга, нарисовав на противоположном виске аналогичное пятнышко. Все материалы, которые я использую для рисовки, вы видите на видео. В принципе, ничего нового я здесь не добавляла. Субтитры сделал DimaTorzok Так как рисую маяки я в основном на БЖД куклах, то мой стиль перешел и на эту девочку. Это будет отчетливо видно по рисовке губ, ресниц и бровей. Также я не смогла отказаться от мешочков под глазами. У этой куколки приоткрытый ротик и на рисовке заводской у нее тоже были зубки, поэтому эту фишечку я решила оставить. Решила сделать ей зубки с щербинкой. Также мне очень нравится, когда на куклах взгляд направлен не прямо, а немножко в сторону. И, естественно, здесь я нарисовала взгляд, который смотрит в бок. Субтитры сделал DimaTorzok Также у нее была небольшая вмятина на щеке, которую я замаскировала под родинку. Виктория будет брюнеткой, соответственно и глаза я решила сделать карими. На самом деле я очень люблю карие глаза и темный волос, потому что я сама блондинка с голубыми глазами. Мне всегда нравилось что-то противоположное по цвету. Ну и теперь я добавляю тонких штрихов на брови и ресницы с помощью акриловой краски. Также буду добавлять полосы на губы и рисовать глаза с помощью черного акрила и белого. И вот что в итоге у меня получилось. И последний штрих это блеск. Блеск на губы я наношу в два слоя, а на глаза в один. И после того, как я нанесла блеск на глаза, я брызгаю конкретно область глаз клиром, чтобы немножко приглушить глянец. И вот перед вашими глазами финальный вариант. Это вторая жизнь куклы по имени Виктория, которая пришла ко мне из 90-х годов. Этих кукол больше не выпускают, поэтому своего рода это раритет. Была она блондинка с голубыми глазами, стала брюнеткой с карими глазами. И волосы у нее просто потрясающие. Во-первых, они окрашены в стиле амбре, то есть у нее кончики намного светлее, чем корни. Во-вторых, они длинные и безумно мягкие. Просто нереально оторваться от них, чтобы их как-то не причесывать, не укладывать. Теперь у нее очень милая прическа. Это, наверное, именно та кукла, которую я буду брать для того, чтобы потрогать ее волосы. Ее новая кисть совершенно не бросается в глаза. Аутфит для девочки я шила уже давненько. Он состоит из такой вот мятного цвета юбочки с ушками, это комбинезон. И топа с рисунком падающей звезды. Если вам понравилось видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Все ссылки на мои соцсети будут внизу в описании под этим видео. Всем огромное спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока!